С праздником Победы, дорогие наши ветераны! 2 сентября отмечается день окончания Второй мировой войны, 1945 год. Эта памятная дата установлена Федеральным законом о днях воинской славы и памятных датах России. Вторая мировая война, длившаяся 6 лет, 2194 дня. По своим масштабам число участвующих в ней людей не имело себе равных за всю историю человечества. Ставшиеся варварским нападением нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, Вторая мировая война, к радости миллионов людей, была окончена 2 сентября 1945 года безоговорочной капитуляцией Японии. Шумела демонстрация, шары я не успела выпустить вместе со всеми. У нас праздников сходили на мельцам, песни пели, цветы у памятника положили. Вы знаете, а я тоже каждый год участвую в параде. И каждый раз, видя портреты бессмертного полка, удивляюсь, сколько людей прошло через войну, сколько они выстрадали. Вот мой праздник, я глядываю с его лицом, тут и лукавенько в глазах, тут и строгость. А что о нем я знаю? Да я его и не помню. Когда он меня держал на руках, мне годика нет. Я не помню своего дедушки. Мне мама рассказывала. Он на фронте воевал, в атаку бежал. Ранен был. Так после войны еще 40 лет прожил. Уходят наши деды и прадеды. А с ними все тише и тише становится эхо войны. Однажды случится так, что не останется на земле человека, который бы рассказал нам о ней, о войне. И вместо них только документальные кадры, мемуары. Но с нами останется память, с нами треугольники и фронтовых писем, пожелтевшие фотографии. С нами фронтовые песни и гневные строки юных поэтов, не пришедших с войны. Вот начинается память. С берез, с речного песочка, с дождя на дороге. А если с убийства, а если со слез, а если с воздушной тревоги, а если с лежащей пилы в облаках, со взрослых в пыли распростертых, а если с детского знания, как живое, становится мертвым. И в 5, и в 15, и в 25 лет войною начинается память. И сегодня, через десятилетия, из 21 века, вам, погибшим в атаках и лагерях, вам, стоявшим у станков в тылу, вам, ушедшим в разведку, вам, красавшим самолетом вражеский эшелон, закрывавшим грудью фашистскую амброзду, мы говорим. Мы помним, мы гордимся. Течет река времени. Минул уже 79 лет с того страшного дня, когда настижа распахнулись огромными дверями войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Взросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, вывезли новые поколения. Но в памяти человеческой Вторая мировая война останется навсегда. Память 13 миллионов детей, погибших во Второй мировой войне, посвящается. 13 миллионов детских жизней сгорело в адском памяти войны. Их смех фонтанов, радости не брызнет на мирное цветение весны. Мечты их не взлетят в волшебной стае над взрослыми, серьезными людьми. И в чем-то человечество отстанет, и в чем-то обеднеет целый мир. Те, кто горшки из глины обжигают, хлеба растят, и стронг города, кто землю по-хозяйски обживают, для жизни, счастья, мира и труда. С них Европа сразу постарела, на много поколений недород, и грусть с надеждой, как в лесу горелого. Когда ж уже подлесок новый станет в рост? Монумент воздвигнут в Польше, а в Ленинграде каменный цветок, что в памяти людей остался дольше, прошедших войн трагический итог. Тридцать миллионов детских жизней, кровавый след коричневой чмы, их мертвые глазенки сукоризной летят нам в душу из могильной тьмы. Из пепла, бухенвайда и хаты, из криков Пискаревского огня, неужто память жгучая и остынет, неужто люди мир не сохранят, их губы запеклись в последнем крике, в предсмертном зове милых мам своих. О матери стран малых и великих! Услышьте их и помните о них! С праздником Победы, дорогие наши ветераны!